Дорос полосатый Место его обитания – Рио, Оренокко в Колумбии и Венесуэле, Амазонке, Перу, Боливии и Бразилии. Конечно, его отличительной чертой являются чередующиеся полосы на теле, перед которыми не в силах устоять аквариумисты, но это не все, что отличает его от других самов. Его плавники имеют шипы и заканчиваются крючками, также шипы находятся на хвосте и в жаберных крышках имеются заостренные уголки. По этой причине не стоит платидороса ловить сачком. Для вылова этих рыб лучше использовать пластиковый стакан. В противном случае сачок придется обрезать, после чего аккуратно снимать шипов платидороса сетку, а это стресс для рыбки. Еще платидоросы имеют круглые, я бы сказал, смешные животики. Обязательно подпишитесь на наш канал. Последнее, чем эта рыбка удивляет, так это издаваемыми звуками. Да-да, она говорящая, особенно любит поговорить ночью или когда ей что-то не нравится, что-то ее беспокоит. Звуки похожие на ворчание. Замечу, что надоедать своей красотой она вам не будет, так как эта рыбка ведет ночной образ жизни. В светлое время суток выплывает исключительно во время кормления. Содержание несложна, однако стоит учитывать ее максимальные размеры, а это примерно 15 см. При жизни в аквариуме. В живой природе вырастает еще больше 25-30 см. Соответственно, аквариум для взрослой волосы должен быть примерно 100-150 литров. При этом платидора с полосатой в дневное время суток нуждается в укрытиях, а ночью в свободном месте для плавания. Необходимы параметры воды от 6 до 7,5 pH и температура воды примерно 22-29 градусов. Если соблюдать правильные условия содержания и кормления, то платидоросы будут вас радовать около 15 лет. Кстати, едят платидоросы практически все. Конфеты, шашлыки, маринованные огурцы. Шучу. Но они действительно едят практически все в рамках разумного. Это может быть мотыль, трубочник, мелкие черви, замороженные, сухие промышленные корма. Лучше, конечно, если промышленные корма будут донны. Однако к поверхности воды платидоросы полосатые также достаточно часто поднимаются. Помните, я говорил о смешных кругах животиков. Часто это признак переедания. Эти сомы склонны съесть больше, чем им в принципе нужно. Что касается совместимости с другими рыбками, обязательным условием будет отсутствие мелкой рыбы. Могут съесть. С крупной рыбкой выживаются хорошо. Даже с крупными цихлидами живут мирно. Учитывайте и тот факт, что при содержании нескольких особей этого вида укрытие должно быть в два раза больше. Так как за укрытием между платидоросами часто происходят стычки, драки. А вот про разведение скажу немного. Этих рыб действительно можно разводить. Но для этого понадобятся гормональные препараты. А это затрудняет разведение в домашних условиях. На этом видео подошло к концу. Если вам понравилось это видео, если вам понравились сомики данные, ставьте палец вверх. А я на этом прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok